Многие считают, что подсознание это что-то невероятное, что-то необычайно мощное, что-то непостижимое. Когда говорим о подсознании бессознательном, то многие считают эту часть своей личности отдельной от себя, как будто есть я и есть что-то вовне, как будто их подсознание это какой-то вселенский разум, и подсознание может подключаться к этому вселенскому знанию. Сейчас я расскажу, что такое подсознание, что оно реально может, а чего не может, и как можно использовать свое подсознание для достижения своих целей. Когда я говорю подсознание и бессознательное, то я имею ввиду следующее. Ваш мозг разделен на три уровня. Сознательная часть, бессознательная часть и подсознание. Ваше сознание это то, что вы думаете. Это ваша логика, это ваши воспоминания. А ваше бессознательное это условные рефлексы. Например, когда вы видите бегущую новославящую собаку, вы пугаетесь. Или когда вы слышите свое имя, то откликаетесь. В вашем подсознании записаны инстинкты и безусловные рефлексы. Что такое инстинкты, вы наверное знаете. А безусловные рефлексы это автоматические реакции, переданные вам с генетическим кодом. Например, моргать, когда вам в лицо что-то летит. Или зажмуриваться, когда чихаете. Все, что лежит на уровне сознания, меняется очень легко. А все, что записано на бессознательном уровне, изменить можно только используя глубокие стадии транса. Давайте сначала поговорим о мифах и о том, чего нет на самом деле. Когда я работаю со своими клиентами по избавлению от страхов и неадекватным поведением, то 95% работ я выполняю вне сознательного уровня, на уровне подсознания. В дальнейшем я буду использовать слово подсознание, имея в виду и подсознание, и бессознательное. Потому что это разделение весьма условно. Если у человека есть страх знакомств или публичных выступлений, это страх нерациональный. Рациональные страхи нам помогают выжить. К примеру, бояться переходить оживленную дорогу на красный свет, это нормально, рационально. А нерациональные страхи нам только мешают. Эта информация о страхах записана в условных рефлексах, в подсознании. Что бы ни делал этот человек для того, чтобы справиться с его страхом, он все равно каждый раз будет получать этот страх. Потому что все, что записано в рефлексах, очень стойко к обратным изменениям. Но есть и обходные пути. Задача нашего подсознания – защита нашей жизни. Нашему подсознанию без разницы, хорошо нам или плохо. Смеемся мы или плачем. Главное – сохранить жизнь. Если в детстве произошло что-то, что угрожало нашей жизни, то каждый раз, когда мы будем сталкиваться с похожей ситуацией, у нас будет включаться автоматическая реакция. Когда в детстве мы в первый раз столкнулись с травматичной ситуацией, то в этой ситуации мы сделали вывод, как нам нужно себя вести в подобных ситуациях. И в каждых последующих ситуациях, даже десятилетия спустя, у нас автоматически будет включаться условный рефлекс для защиты нашей жизни. Потому что наше подсознание будет считать данную ситуацию опасной. Вся проблема в том, что то, что было опасным для маленьких нас, может быть безопасным для взрослой жизни. Вот реальный кейс. Мама оставила годовалого ребенка одного в комнате. Он проснулся и подумал, что дома никого нет. Для него это действительно было опасно, потому что он не сможет себя защитить и пропитать. Он сделал вывод в той ситуации, когда я остаюсь один, это опасно. Он вырос, а детская программа реагирования осталась. Человек уже взрослый, а ведет себя в некоторых ситуациях, как ребенок. Это сказывалось на отношениях. Он привязывался к девушкам так сильно, что они шарахались от него. Я помог ему избавиться от этой ситуации при помощи гипноза и гипнотерапии. И ему стало спокойно. А как это работает, я расскажу чуть позже. Многие считают подсознание каким-то мистическим. Но подсознание это всего лишь часть мозга, которая работает быстро и просто. Каждый раз, когда нам нужно совершить какую-то автоматическую реакцию, к примеру, ходить. Ходить это сложные скоординированные мышечные движения. И идут эти движения как раз с уровня подсознания. Вы же не задумываетесь о том, как напрячь группу мышц, чтобы нога сдвинулась в нужном направлении. Наше подсознание не знает, чем надо заниматься. Не знает, что для нас хорошо и плохо. Нашему подсознанию без разницы, как и чем мы будем заниматься, какое у нас предназначение, в его функции входят только автоматические реакции. Наше подсознание может быстро определить, хороший ли человек перед нами или нет, используя те же автоматические реакции. За счет простого анализа тысяч лиц, которых мы увидели в течение всей нашей жизни, наше подсознание может определить, какой человек перед нами стоит, хороший или плохой. Но наше подсознание не обладает какими-то сверхспособностями. Да, мы можем использовать наше подсознание для того, чтобы лучше запоминать, быстрее изучать иностранные языки, добиваться больше в спорте. Мы можем использовать наше подсознание для того, чтобы менять свои привычки, менять свои убеждения на те, которые нам будут полезны. Но наше подсознание не способно менять мир вокруг, создавать денежный поток или квартиру из воздуха. Оно лишь может помочь измениться нам самим. А когда вы сами изменяетесь, вы можете поменять и окружающий мир. Многие известные авторы пишут, что сила визуализации может помочь для заработка денег и достижения определенных целей. Да, это отчасти верно. Для нашего головного мозга нет разницы, происходит ли действие в реальности, или мы лишь прокручиваем картинку в нашей голове. В нашем головном мозге нет триггера, который бы отвечал за то, реальная ли картинка или нет. В этом вы можете убедиться сами, когда вы будете видеть сон. Обычно вы даже не можете догадаться, что видите сон, хотя то, что с вами будет происходить, совершенно невероятное. Вы можете догадаться, что это сон, если вы будете сознательно анализировать, что там происходит. Поэтому, когда вы прокручиваете в голове какие-то нужные для вас события, то есть визуализируете, то вы фактически учите ваш мозг новым реакциям. Вы не притягиваете богатство к себе, или деньги, или нужных людей. Вы обучаете ваш мозг новым действиям. И как только нужный человек, или нужный дом, или нужные события попадаются в ваше поле зрения, то ваше подсознание тут же акцентирует на этом внимание, ведь вы его до этого тренировали. Нужно понимать, что каждый день нам открывается тысяча разных путей, и тысяча разных возможностей. Количество вариаций, как мы можем действовать в каждой ситуации, оно бесконечно. За счет того, что мы даем четкую цель нашему мозгу, что мы хотим, наш мозг начинает выискивать из этих тысяч возможностей, те, которые потенциально могут привести к результату. Здесь нет никакой мистики, или эзотерики. Многие говорят о законе притяжения, что подсознание может притянуть нужных людей, которые помогут вам в достижении ваших целей. Но это не совсем так. Если вы посмотрите внимательно на ваше окружение, то вы увидите, что вокруг вас люди, которые примерно похожи на вас. Нам всем свойственно для выживания объединяться в группы, и мы отфильтровываем людей, которые не принадлежат к нашей группе, которые не похожи на нас. Даже если этот человек будет полезен для вас, вы его все равно отфильтруете. Если женщина считает всех мужиков туповатыми, то она бессознательно будет отталкивать всех умных от себя, а за тупых цепляться. Это реальная история одной из моих клиентов. Даже если женщине попадется самый лучший мужчина, она его отфильтрует только потому, что он ей будет казаться странным. Это доказано множеством социальных опытов. Поэтому, когда мы хотим добиться чего-то большего для себя, то нам нужно в первую очередь измениться самим. И здесь нам поможет гипноз и гипнотерапия. Потому что под гипнозом мы можем воздействовать напрямую на наши ошибочные, бессознательные программы и создавать новые положительные, новые полезные привычки и реакции. Когда мы начнем чувствовать себя по-другому и действовать по-другому, то это притягивает совершенно других людей. Мы начинаем замечать те возможности, которые раньше мы не замечали. То есть наше подсознание начинает работать на нас. Для того, чтобы скорректировать ошибочные программы подсознания, нам нужно особое состояние. Невозможно ввести новые убеждения или новые мироощущения, например, аффирмациями. Да, теоретически это можно сделать, если травма, которая создала это убеждение, была не сильной. Поясню, что такое травма, которая создала это убеждение. Каждое убеждение не создается на пустом месте. Каждое убеждение подкреплено к какой-то реальной ситуации. Каждое убеждение было создано в тот момент, когда произошло что-то, что было реально значимо для вас. Поэтому, если вы будете повторять 10 тысяч раз аффирмацию, к примеру, я могу за себя постоять, то это не принесет никаких значимых результатов, ведь подсознание тут же отыщет обратную ситуацию, которая породила обратное убеждение. И эта аффирмация будет просто отвергнута. Очень часто убеждения закладываются в период беременности. Если мама на ранних стадиях беременности думала об аборте, испытывала страх, то это сильнейшим образом отразится на ребенке. Хоть маленький ребенок еще и не родился, но с возраста 40 дней после зачатия, его головной мозг начинает все записывать. Если мама хочет его убить, это наносит сильнейшую травму еще не родившемуся человеку. Я не говорю, что аборт это плохо или хорошо, это личное дело каждого, но начиная с 40 дней после зачатия до возраста 6 лет закладывается основной фундамент личности. Каждый травматичный эпизод, то есть который угрожает жизни, создает защитную программу. Обычно после 6 лет новые программы уже не создаются, потому что после 6 лет ребенок уже может за себя постоять, спорить, драться, обращаться за помощью к другим людям, обманывать и как-то по-другому влиять на ситуацию. Как же можно воздействовать на подсознание, если аффирмации не помогают? Я также добавлю, что убеждения также не помогут изменить бессознательные программы, потому что когда вы будете говорить, к примеру, я могу не бояться публичных выступлений, потому что они не угрожают моей жизни, ваше бессознательное тут же найдет воспоминание, которое говорит об обратном. Например, у моего клиента страх публичных выступлений начинался с 4 лет, когда он в садике на утреннике рассказывал перед всеми стихотворениями и запнулся. Он увидел в глазах родителей неодобрения и смешки по залу, и в этот момент он решил, что больше никогда не будет выступать на публике. Вы можете сколько угодно в сознательном возрасте себя убеждать об обратном, но это будет разбиваться от скалы убеждений, заложенных в возрасте до 6 лет. Для того, чтобы нам изменить бессознательные программы, нам нужно погрузить человека в транс. В гипнотическом трансовом состоянии мы управляем, а точнее клиент управляет всеми функциями мозга в 10-20 раз эффективнее. Он может вспомнить тот начальный эпизод, который породил ошибочное убеждение. Он также может за место старого, мешающего убеждения создать новое, полезное. Он может снять ту дискомфортную эмоцию, которую он испытывал там и тогда, в детском возрасте, заменить ее на положительные воспоминания. Все это называется гипнотерапией. И когда мы убираем из подсознания старые ошибочные программы, за место них мы создаем те, которые будут полезны. Гипноз же не относится, как и подсознание, к эзотерике, никакой мистики. Гипноз – это естественное состояние для любого психически здорового человека. Вся прелесть гипноза в том, что расслабляется тело, и из-за этого наш мозг не отвлекается на тело. Это позволяет увеличить эффективность мозга в десятки раз. Поэтому возможно вспомнить все, вплоть до внутриутробного периода. Даже когда мы были в маме, все, что там происходило, записывалось. Потому что все значимые события мы запоминаем. И гипноз позволяет не только вспомнить эти события, но и убирать автоматические ненужные программы. И когда я говорю автоматические программы, это относится и к страхам, и к фобиям. Скромность, зажатость, некоторые болезни психосоматического характера. Ведь многие заболевания напрямую связаны с психикой. Например, наше подсознание может запустить аллергическую реакцию или кожные заболевания для того, чтобы вы просто избегали каких-то мест, запахов или событий. Для примера, ваше подсознание может вас наградить заиканием, параличом конечностей, лишь для того, чтобы спасти вас от каких-то ситуаций. Если говорить про заикание, то чаще всего я работаю с тем, что ребенку в детстве затыкали рот. Это, конечно, расходится с общим убеждением, что заикание порождается испугом. Чаще всего заикание связано с запретом на выражение себя. Ребенку, например, запрещали громко смеяться, плакать, спорить или шуметь. И тогда он мог решить в какой-то ситуации, что он больше не будет ничего говорить. И для того, чтобы реализовать это решение, подсознание ребенка запустило заикание. Психосоматические заболевания могут появиться не сразу, но запуск психосоматического заболевания обычно связан с похожей травматичной ситуацией. То есть подсознание сначала сделало вывод, например, что нужно избегать открытых пространств, потому что это может угрожать жизни. Но активно реагировать на открытых пространств вы могли начать не сразу, а, например, спустя 10 лет, когда случилось похожее на эту ситуацию. Это объясняется тем, что травма должна повториться. Если бы наши автоматические реакции запускались лишь за счет одной травмы, то мы бы просто не смогли выйти из дома. Травматичная ситуация должна повториться и подтвердиться. Этот фильтрует случайные ситуации. Впоследствии эти травмы могут смягчаться, потому что когда мы растем, мышление перестраивается с автоматики на логику. Именно этим объясняется тем, что у стариков нет некоторых детских заболеваний. К примеру, редко встречается заикание, редко встречается скромность. На этом у меня все. Я желаю всем здоровья. С вами был гипнотерапевт Олег Димитров. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...